Валана Вейка Валана Вейка Валана Вейка Ага Пыщ-пыщ Мозафака Сейчас причем пуля отчетливо звякнула Об его топор Но Дамаг видимо все таки засчитали Плюс в этой игре я смотрю Появился исправный радар Который постоянно показывает цель В первой части у меня постоянно, ну, не постоянно, но регулярно были какие-то проблемы с тем, куда пойти. Нет, ну что делать, проблемы, конечно, вопрос не стояло, но вот куда пойти регулярно. Там светится какой-нибудь листик, бежишь за ним, оказывается, что это не то, что тебе надо. Вот как сейчас. Взять страницу рукописи. Ну, давайте посмотрим. Давление. Давление успеха достало меня. Ну, а меня достали твои записки. Вот отлично, вот поговорили. Господи, какой отстой, когда в играх сюжет подается исключительно текстом. Причем, ладно, это в ранних Resident Evil'ах и прочих олдскульных играх стареньких, где не было возможности крутые мультики лепить, заставки из игровой механики делать толком не умели. Там хотя бы записки были очень классные и важные. Взять хотя бы первый Resident Evil'ы, там в начале игры вообще ни одной записки не было, только в конце записки, которая объясняет всю игру. Но, не знаю, чем руководствуется Alan Wake, здесь записки, блядь, просто уже заебали, откровенно. Игра еще не началась, а записки уже заебали. Ну, потому что, блядь, здесь записки лежат ради записок. То есть, они не нужны, чтобы пройти игру. Игра и без них пройдет. Но, вот, решил разработчик, что, сука, записки здесь должны быть. Ведь Alan Wake писатель, пусть пишет, блядь, и побольше. Продолжение следует... Эй, блядь, я подумал, что я хотел поговорить с тобой. Эй, не хочу с тобой тебя слушать. Мне плевать. Вау, световая граната была похожа на банку пива. Поблескивающую. Еще одна телочка. Я смотрю, Alan Wake-то по девочкам изголодался, раз тут одни бабы начались. На ходу выгреб. Ой-ой-ой, я скипнул случайный ракурс на ее сиськи. Надо было лучше Fallout 3 пройти. Хотя, вот, Fallout, ну, как игры, они, ну, очень огромные. Они интересные, базара нету, там, дух исследования, там, все дела. Вот, действительно, Fallout, по-моему, должен, там, занимать 150 серий летсплеев, а не Skyrim. Но он очень огромный, он просто нереально огромный. Если все начнут плесплеить Fallout и Skyrim, я думаю, YouTube не выдержит и взорвется в один прекрасный день. Он просто лопнет, блин, от переполняющих его видосов. Кстати, вот, что касается Skyrim, лично, я вообще не понимаю всего этого, всего этого кипиша вокруг этой игры. Skyrim с модами, Skyrim без модов. Че все так прутся от этого, блин, Skyrim, от этого Elder Scrolls. Скролл, скролл. Я Skyrim прошел где-то, наверное, дня за три просто. Я шел по сюжетным миссиям, их там 10 штук делаются нелегко и просто. Никакого сопротивления толком не встречал. Я просто, не знаю, не захотелось мне исследовать этот мир огромный, и все. Я там просто приходил в город, видел его размеры, и у меня просто начиналась депрессия, я выходил из игры. Так же, как я проходил, знаете, что, аналог Dragon Age от того же разработчика, как он там называется, из головы вылетело, но я думаю, вы поняли. Там, где тот же самый Dragon Age, только то ли в космосе, то ли в будущем, такой фантастическая хренатень. Вот, я там тоже поиграл минут 15, я увидел, разминировал какой-то вокзал, по-моему. Увидел снайперку, которая похожа на костыль. Дошел до города, увидел этот трехэтажный город, хер знает какой. И все, и вышел из игры, потому что я просто не могу там два часа ходить, со всеми разговаривать. Вот в Dragon Age, в Dragon Age города не такие большие, там разговоров, но есть, конечно, не без этого, но на полке просто жгутся. Ну там как-то, я не знаю, в Dragon Age только визуально кажется, что большая игра, что много разговоров, на самом деле это не так. А вот, а, Mass Effect, да. А вот в Mass Effect, похоже, что игра именно такая, как мне показалось, что просто необъятная, безразмерная. Да, я согласен, она может быть божественно интересная, но суперогромные игры, не знаю, меня отпугивают. Я как-то с возрастом стал больше любить линейные игрушки типа Metro 2033, где играешь, и интересно, и прошел по-быстрому, и сюжет узнал, и все. Ко всем хренам свободный мир, блин, свободный мир редко где удается. Сейчас, особенно в RPG-шках, свободный мир стал похож уже на ММО. Типа, как будто в линейдж играешь только один. Людей вообще, бесконечно убиваешь мобов, потом еще раз убиваешь мобов, потом других. Починить телескоп. Я похож на ремонтника телескопов? Господи, что за миссия? Алан Вейк, смотрю, стал типичной жертвой жадности, когда первая игра поимела хоть какой-то успех, и решили, походу, быстро-быстро своять любую вообще игру, которая похожа хотя бы на нее, и назвать ее Алан Вейк 2. Так регулярно и часто делали. Всякие нехорошие разработчики. В частности, могу вспомнить Dead Island, но не тот второй Dead Island, который сейчас выйдет в Dead Island 2. А вот тот Dead Island, где надо на лодочках по болоту плавать, вот он вообще отстоян. Он просто, он копия первого, и он скучен. Он не получился таким забористым, как первая часть, которую мы проходили вчетвером. Второй он получился, ну, просто так себе. Не знаю, опять то же самое, та же самая физика, ни один предмет не двигается, те же самые боевки, враги те же самые. Ой, просто скажи, где он. Ейдресит коню. На лифте, да, надо? Или наоборот, ниже. Я ненавижу, когда карта непонятная, вот как сейчас. Походу, походу, очевидно, что, сука, либо ниже, либо выше. Но выше эта платформа точно не поедет. Господи, вот что за миссии, блин, а? Бегай, блять, по звездочкам, делай всякое говно. Первый Алан Вейк, он был хотя бы хоть как-то линейным. Там постоянно было движение вперед. Здесь постоянно движение какое-то на месте, вот прям топчешься и делать нечего, просто тут побегал, там побегал. Вот, в женском туалете миссию надо выполнить. Я вижу по радару, просто что надо зайти в женский, в женский толкан. Вообще-то он даже не повернул. Он положил руки, подержал их и убрал. По-моему, это было видно сейчас. Ну, зачем не сходить до таких мелочей, как повороты вентиля, кому и... кто на них будет смотреть, да? Надо выключить замок, Алан. Надо выключить замок. А это что-то новое какое-то. Какой-то хуй. Так. А, вот, здоровье начало регенерироваться с малой скоростью. Ну, ты будешь замок выключать или что? А, вентиля на улице. Смотрите, смотрите. Блядь. Вообще не видно теперь. Отлично. Я понял. Они решили избежать. Избежать публичности. И тут задрали камеру. Хорошо. Надеюсь, хотя бы в третьем вентиле вы спалитесь окончательно, господа халтурщики. О! Разблокирует дробовик. 40 страниц рукописи требуется. Вы что, ебудали? Какие нахрен 40 страниц рукописи? Блядь, сколько он понаписал, этот писатель, блин? Ну, 40 страниц рукописи это что-то из области фантастики. Если там лежит дробовик, это должен быть, знаете, морской автоматический дробовик США. Есть у них такая штука. Как мы знаем. По играм Киллинг Флор. Дико. Охуенький. Да. Запредельное веселье надо заметить. Жалко, они сразу не убиваются просто. Без всякого фонарика. Вот. Посмотрим. Видите, видите, видите? Он руками, блядь, водит по этому вентилю, а вентиль не крутится. Вернуться к доктору Мидоуз. И на машине, конечно, мы не можем вернуться к доктору Мидоуз. Бам по горбам. Нормально. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- ну, блядь, не повторяйте заставки никогда. Какой смысл, они понимают, после смерти еще и не скипающиеся заставки делать в играх? Разработчик, который делает не скипающиеся заставки к игре, попадает в ад без очереди. Ему, сука, самое место. Что ж, это было нереально сложное задание. Чуть жопа не преснула эти вентили крутить. Алан Вейк уже не писатель, а Алан Вейк уже бравый морпех. Интересно, он не может себе написать способность летать. Если я задаю такие вопросы, уверен, что дело в том, что я до конца не понимаю, что происходит в этой дурно-то игре. Возвращайся за мной минуту. Да, я верю, что вы получили. Это работает снова. Нормально сделано. Это звучит как проблема. Я не думаю, что они счастливы с нашим успехом. Она таким будничным тоном сообщает, что они пришли. Как будто ей просто неинтересно. Знаешь, как будто опять мыши насрали. Ой, смотри, на нас нападают нежики. У меня также мама сообщает, что коты насрали, и пора за ними говно убрать. Причем я смотрю, что узик их тоже шатает с парой патронов. Блядь, сука, надо у ворот на пробел сделать, потому что я постоянно хочу... Хочу нажимать на пробел, чтобы вернуться. Блёк, твою мать. Нет. Сука, ящики с патронами стали бесконечны. Просто смотрите, там патроны появляются по-новой каждый раз. Раньше хоть подойдёшь к этому, к столбу света, возьмёшь пачку револьверных патронов, пару батареек и свободен. А здесь, кстати, батарейки больше не энергайзер. Энергайзер, видимо, не захотел спонсировать эту часть игры. Наверное, увидел, когда бесконечные патроны и батарейки, сказал, нет, энергайзер не может финансировать игру, где батарейки кончаются раньше, чем успеваешь включить фонарик. Ну иначе, зачем их так много? Какая-то музыка играет трагическая. О, да, она начинает громко и очевидно. Это удивительно. Я не уверена, что это еще. Позвольте узнать, где она начинает. Но она интерактивна с нашим системой, как бы. Как это было для нас. Но я не помню, что это было. что это было. хуже первой. Я думал, ну, блин, это часто бывает. Ничего удивительного, что там, ну, сюжетом может на портачили, но я не думал, что они вторую часть игры сделали вообще другой. То есть, нелинейный какой-то бегай, 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 по кругу, по кругу, как хомячок. То есть, главный герой стал, знаете, такой, принеси-подай. Я уверена, но это все мы получим. Что-то, сломался, сломался сортир, не смывается вода. Алан Вейк все исправит, как всегда. Ура! Созданная защитником светлое оружие. Господи. Я надеюсь, что студия-разработчик стоит сейчас на паперте с протянутой рукой. Это что-то. Знаете, в последний раз я так припух, когда после Red Fraction 3, где на Марсе, на поверхности можно было рушить дома, ездить на машинах, ну, GTA марсианская, вышел Red Fraction следующий, где вся игра проходит под землей, линейно, по коридорам, по катакомбам. Тоже вот совершенно как будто другая игра, почему-то названная Red Fraction. И здесь то же самое. здесь ключевые моменты остались. Остался главный герой и его фонарик. И враги, которых надо сначала огорошить лучами света, прежде чем убивать. Поэтому это игра, сука, Alan Wake. А не что-то другое. Самураи против Конкистадора. Два. Возвращение Конкистадора. Mexican Hand-Off. Обследователь кинотеатр для автомобилистов. Что ж, это интересно. Ну, я думаю, что эта интересность будет уже в следующей серии. в следующей серии. Возвращение Продолжение следует...